Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео продуктовая закупка из гипермаркета Глобус. Закупались в Московской области, ну вернее это Москва уже считается, город Комунарка. Так, была вместе с мужем, поэтому, в общем-то, душа разгулялась, будут и его покупки. Муж очень любит Кока-Колу. Полтора литра бутылки были по акции по 65 рублей. Он сказал, что это очень выгодная цена, поэтому взял сразу две бутылки. Была скидка на виски Беллс. Один литр стоил 975 рублей. Муж тоже сказал, что за литр цена неплохая. К Беллс он, в принципе, относится неплохо, поэтому купил. Кетчуп Махеев, наверное, самый любимый. Лечо, здесь кусочки овощей в кетчупе. И сам он, ну, очень для меня приятный на вкус. По-моему, 63 или 65 рублей. 63 рубля. Молоко нашей дойки довольно жирное. Жирность от 3-4 до 6% в этой бутылке. Молоко стоило 63 рубля. Муж очень любит, говорит, что самое вкусное молоко именно такое. Сыр. Сыр тоже выбирал муж. Сказал, что из последних партий купленного сыра ему больше всего нравился вот такой чеддер. Сыр Ла Паулина. Да, Ла Паулина. 48% жирности. Килограмм стоит 719 с копейками. Здесь чуть больше 400 грамм. Как вы видите, на 298 рублей. Мы сыр очень любим, очень быстро его съедаем. И нам этот кусочек, не знаю, ну, дня на 3, наверное, максимум. Так, мясные продукты. Увидела я куриное филе. Хотя в холодильнике у меня есть запас небольшой замороженного филе. Но вот эта упаковка 900 грамм от Троекурова была по акции всего лишь за 235 рублей. Это очень-очень дешево. Поэтому упаковочку взяла. Но вот в ближайшие дни приготовлю, наверное, куриные котлеты. Собственное производство торговой марки Глобус. Вот такая грудинка. Как вы видите, есть и мяско, и жирок. Очень вкусно выишницу добавить. Так, что по стоимости. Килограмм 350 рублей практически. Здесь ровно 250 грамм на 87 с копейками. Кусочек вполне себе неплохой, симпатичный. И очень нам с мужем понравилось. Мы уже брали, вот возможно, видно через пакет. Это ветчина. Тоже собственное производство Глобус. Ветчина говяжья. Очень вкусная, такая постная. Совсем не жирная, деликатесная говяжья. Килограмм стоит 600 рублей. Здесь кусочек на 267 рублей. Ветчина вообще отличная. И на бутерброд, и, не знаю, пиццу можно с ней сделать. И давайте я вам сразу покажу сладкое. Потом все это уберу в холодильник и продолжим. Муж выбрал себе... Ой. Вот такой чизкейк с вишней. Здесь 950 грамм. И стоит этот чизкейк практически 330 рублей. Не знаю, придется ему, видимо, осилить этот чизкейк одному или пригласить в гости сына. Потому что я пшеничную муку не ем. Поэтому я такой чизкейк есть не буду. Какую же вкусняшку я купила для себя. Хотя у нас дома, в принципе, много сладкого. Но не могла пройти мимо ударницы, шарм, мармеладки в шоколаде. Они именно такие, как показано на упаковочке. Коробочка была с какой-то очень небольшой скидкой. 70 рублей. По-моему, так стоит, мне кажется, подороже. Но я такой мармелад покупала. Он действительно очень-очень вкусный. Все, давайте я все это теперь уберу и будем смотреть дальше. Так, давайте продолжим. Овощи и фрукты. Бананы килограмм 60 рублей за килограмм. Ну, здесь практически на 60 рублей. Кстати, сколько у нас получилось? 5 бананчиков. Ну, неплохие, такие спелые. Я люблю даже еще более спелые. Ну, съедим. Так, огурцы. Что у нас с огурцами? Сорт луховицкий. Огурцы уже сильно подорожали. Хотя, не знаю, сезон как у нас закончился, не закончился. В общем, вы видите, 160 рублей за килограмм практически. Здесь несколько огурчиков на почти 68 рублей. Помидоры пришлось брать вот такие тепличные, парниковые. Потому что остальные были почему-то какие-то уже с мятыми бачками. Эти были, кстати, и самые дешевые. 59 за килограмм. Здесь несколько штук. Буквально я взяла на пиццу на 24 рубля. Муж выбрал себе вот такой листовой салат. Я, честно говоря, не любитель травы. Я траву не ем, но вот он любит. 26 рублей, по-моему, по акции был этот листовой салат. Так, яйцо окское, вкусное и свежее. Действительно, окские яйца очень неплохие. Выбрала сорт первый, но на самом деле выбирала по дате сортировки. Вот эти от 11-го и 10-го были самые-самые свежие. А так были от 1-го октября. Даже от конца сентября еще были яйца. Хотя сорт первый, да, они отборные. Смотрите, все равно достаточно крупные. Ну, в общем-то, окское яйцо я часто покупаю. Хлеб, собственное производство, глобус. Их пекарня практически 26 рублей, как вы видите, за батончик. Батон 330 грамм. Называется батон европейский. Разочаровал меня в этот раз отдел без глютена, потому что цены со скидками не соответствовали тому, что пробивается на касте. Вот такие макаронные изделия Федеричи. Лапша длинная, номер 12, лингвини, без глютена. Полная цена была 152 рубля. Я по полной цене их обычно не беру. Я беру более дешевые от Макфы. Но цена была перечеркнута и стояла по акции 112 рублей. Я поэтому и взяла. Но, кстати, на кассе мне пробили 152. Потом, когда я сказала, что в зале они за 112, проверили, деньги мне вернули. А вот такой товар тоже в безглютеновом отделе. Это вафли шоколадные без глютена. Смесь для приготовления. Первый раз увидела такую упаковку в продаже. Мне стало интересно попробовать. Без акции цена была 72 рубля. И стояла цена по акции 50, по-моему, с чем-то. Кстати, в чеке заметила только дома. Пробили тоже по полной цене 72 рубля. Ну, вот так вот. Не следят за ценниками. Очень жаль. Почему купила? Хотя у меня даже есть свой кулинарный канал без глютена. И там моя собственная выпечка. Но я иногда там тестирую вот такие вот упаковки. То есть то, что продается в виде полуфабриката. Поэтому протестирую на безглютеновом канале. Интересно и самой очень попробовать. И в обычном отделе, где продается и пшеничная мука, и другие виды, увидела от производителя коноплянка, вкус природы, мука тыквенная. Стоила она, кстати, недорого. Ну, как недорого? Здесь не так много. Да, у нас здесь... Какой у нас здесь вес? Давайте посмотрю. Так, что-то я вес даже... А, вот 300 грамм. 300 грамм, конечно, это немного. Но для таких нестандартных видов муки стоила она недорого. 65 рублей. Никогда не покупала и никогда не обращала внимания. Взяла ради интереса. Хочу попробовать испечь тыквенный хлеб. Если он мне понравится, то тыквенную муку использую и для чего-нибудь, для другого. Может быть, для оладий или еще для какой-то выпечки. Ну, в общем-то, тоже интересно, так говорится, поиграться, побаловаться. Все. Вот такие покупки у меня в этот раз. Сейчас еще не попало в видео, потому что муж уже съел. Это свинина в кисло-сладком соусе. Собственное производство Globus. Вот очень мужу захотелось. Он себе купил. Килограмм, кстати, стоит недешево. 630 рублей за килограмм. Он купил себе большую, такую основательную порцию на 443 рубля. Почему рассказываю? Потому что это тоже вошло в общую сумму чека. Чек получился на 3470 рублей. Вот так. Вроде ничего особенного не купили. А почти 3500 в магазине оставили. Ну, правда, виски. Да, вот виски практически 1000 рублей бутылка. Поэтому, в общем-то, и сумма чека нормальная. Все. Вся закупка. Расскажите, что вы покупаете, в каких магазинах. Я, наверное, получается, чаще всего езжу в Globus. Магазин не самый дешевый. Но там самый хороший ассортимент. И что для меня важно. Это один из немногих магазинов, где есть отдел продуктов без глютен. А я глютен не ем. Пишите ваши комментарии. Давайте пообщаемся. Спасибо, что посмотрели мое видео. Удачи. Всем пока. Продолжение следует.